Но вот это новинка, которой в прошлом году не было Смотрите что, это беспилотник, вот это да Камера, лидар, елки-моталки Вот и терминатор Так как здесь гигантские просто скорости вращения То есть они могут просто разлететься от центробежной силы Я увидел у вас комбинезоны для арктических условий Купить его еще на рыбалку, сильно дорого получится? Полноприводный Слушайте, смотрите, оппозитный двигатель Интересный игрок попался Что-то делают у нас, надо запомнить это название Константин Провол, про технику, про предприятие, про людей Добрый день, друзья Я на выставке «Армия-2022» Вообще я на данную выставку приезжаю уже третий год подряд Я сейчас расскажу про казусы, которые со мной здесь случились В первый год меня чуть не забрали, потому что я снимал С-300 И задавал сильно профессиональные вопросы Как мне потом сказали В прошлом году меня такие забрали За то, что я снимал на квадрокоптер без разрешения В этом году я квадрокоптер предусмотрительно с собой не взял Взял только камеру В общем, я надеюсь, что пройдет без происшествий Наверное, буду ходить снимать интересные экспонаты Надеюсь, получится у нас несколько серий Вот Может быть, если кто-то согласится дать интервью То будут, наверное, отдельные тематические ролики по той или иной технике Такие вот интересные Я так понимаю, аккумуляторные вездеходики, самокатики Ладно, идем к стенду Уралаза Я где-то в рекламных проспектах видел, что здесь выставили джип-стрела Может быть, помните, на канале у меня было уже Вот, там прототип, который ребята разработали, сделали Там частично симбиоз кабины газели Ну, еще какие-то комплектующие газовские Ну, такой прототип джипа Я видел, что на этой выставке они уже представили эту модель А, возможно, просто перекрасили предыдущую Ну, сейчас посмотрим Третий год приезжаю Примерно у участников одни и те же стенды В тех же самых местах Поэтому, если знаешь, что кто-то был в прошлом году на этом месте То с большой вероятностью их можно найти в этом году Броневички, джипы, бронетранспортеры А вон, вдалеке, стрела стоит Помните, да? Ну, также прототип В общем, как сказала представительница военно-промышленной компании В этом году ребят с института нету То есть машина продолжает разрабатываться непосредственно уже силами И конструкторами военно-промышленной компании Ну, пока это до сих пор прототип Вот на этом даже нету двигателя Ну, вот это новинка, которой в прошлом году не было Смотрите, что Монстр какой Арктика Интересно, кто его делает На каких огромных проставках пришлось сделать Поднять платформу Потому что Просто колеса большие Ходы у колес, я так понимаю, не маленькие Причем Здесь уже не балансирная подвеска Просто два моста Независимых На таких вот шарнирах интересных Еще и на пневмоподвеске Как интересно Они вынуждены были оси переделать Да, получается Смотрите То есть оси удлинены Причем машина бронированная Так понимаю Мало того, что до минус 60 Или это просто Кабина утепленная Интересно Закрыта, конечно То есть машина Повышенной грузоподъемности На шинах Низкого давления Интересный автомобиль Правда? Смотрите, как Крылья вынуждены были Нарастить Чтобы шире были То есть взяли Просто два штатных крыла С друг с другом соединили Получилась вот такая вот Машина Кстати, я должен признаться Что я с прошлого года Еще не сделал выпуск По стенду Уралаза Я, наверное, в этом году Выпущу Получается Два материала подряд То есть один будет Про прошлый год Один будет про этот Обратите внимание Какая кабина Плоское стекло Вахтовочка такая Немаленькая совсем Но вот это, судя по всему Автомобиль Представленный Компанией ГИРД спецтехника Вернее, заводом Спецтехники ГИРД Так и есть, да У этих ребят Я в гостях регулярно бываю Я думаю, что обзоры Вы видели Классический манипулятор Тросовый И Т-150 Уже серийная модель Известная Что мне у ГИРДов нравится Они площадку начали цинковать Ну, довольно давно уже Выглядит очень презентабельно Сегодня последний день И судя по всему Представителей, как обычно На стенде нету Поэтому Будем импровизировать Насколько я понимаю Это просто Смотрите, что Это беспилотник, что ли Вот это, да Урал-беспилотник Камера Лидар Ну-ка, почитаем Так, наверное, и есть Да, прототип Беспилотного автомобиля Эх Любят у нас К сожалению Выставлять прототипы А не серийные образцы Кстати, в этом году Появился знак медведя Смотрю на экспонатах По-моему, в прошлом году Его не было Самосвал Урал 6370 Довольно старая модель Ну-ка, посмотрим Какие там мосты стоят Мосты Ханде К сожалению Так пока у нас И не получилось внедрить Свои мосты Повышенной грузоподъемности По-моему, ни Камазу Ни Уралазу Жалко По-большому счету Ничего нового Все то же самое О! Ёлки-моталки Это да Вот и терминатор Вот и терминатор Вот и терминатор Все, скайлайн Или как там У терминатора Скайлайн Все, будущее наступило Да Что там видно? Ничего не видно Ничего не видно Прошлый год По-моему, такого не было Вездеходы Бурлак Разговаривал с ребятами По этим вездеходам Просто бешеных денег стоят Эти вездеходы Вездеходы Бурлак Подвесочка Что такая машинка стоит? 8 миллионов 8 миллионов Это Никита А это вездеход Трикол Честно говоря Я только знаю Где-то слышал Что Трикол и все Где делают Кто делает Признаюсь Не знаю Знаешь, что Шины низкого давления Что повышенная проходимость Да, вездеход наш Мы производим В городе Люберце Находится завод Полный цикл сборки Данная модель Называется вездеход Хаски Предназначен для эксплуатации В северных широтах Нашей необъятной родины Служит для перевозки Грузов, людей Так, ну что Трикол поснимали Идем дальше Тучки надвигаются Надо снимать Успевать Материал А то зрители Потом напишут Что-то был На армии На выставке И ни черта не снял Пять ракеты пошли Если честно Ракеты боюсь снимать Потому что Когда первый раз Был на выставке Начинаю снимать С-300 Установка Снимаю Снимаю Задаю вопросы Ну, военный стоит Я ему задаю вопросы Технические Это что? Это зачем? А это почему? И подходит Я не помню уже Кто с званием постарше Говорит Молодой человек Вы слишком много Вопросов задаете Мы сейчас вас заберем Поэтому я военную технику Честно скажу Снимать даже боюсь Может быть так Пробегусь Детали снимать не буду Слушайте, смотрите Трактор какой-то новый появился Это что за трактор? Белорусска новая МТЗ, да Беларусь На него передний отвал Сзади экскаваторный ковш Да И будет Замена GCB Что делать-то? И на маркете Перед не купим Будем только такие покупать Тракторы Ух ты Вот интересно Здравствуйте Собственно инженерные войска Со стройбатом Ребята написали Будьте внимательны Ну кстати Разминирователь Тоже Робот Гусеничный Видите, да? То есть Камеры Кругом камеры У него камеры 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 И собственно Тоже дистанционно Вот эта штуковина У него Крутится И Роботехнический комплекс Разминирование Уран-6 Да Мультилифт Не знаю Что за штука Ну видимо Какие-то Завалы Разбирать Вот эту штуку Я уже снимал Как раз Года два назад Сама себе Дорогу устанавливает Потом Ну не сама себе А всем остальным Кто за ней едет По заболоченной Какой-то местности Вот кстати Бульдозеры Нашего завода Челябинского ДСТ Урал В общем пока В Калашников Большая очередь Зайдем в корпус Выставочной Объединенной Судостроительной Корпорации Посмотрим Что там есть Красиво сделано Ну собственно И все тут Я думаю Что Больше специалистов Наверное Будет интересно Эх На заводе Побывай На Дальнем Востоке По-моему Как раз Судостроительная Компания И строит Верх По-моему Звезда Называется Могу ошибаться Конечно Зрители Поправьте Меня Я нахожусь Внутри Павильона Госкорпорации Ростех Оформлено Конечно Все классно Вертолеты Россия Послушайте Посмотрим Реактивный Двигатель Похоже Стоит Рядом Сближены Офигеть Сколько там Турбин Внутри А вот Интересна Система Управления Потоком То есть Гидравлика Лопатки Поворачивает И сопло Может Ну То есть Менять Диаметр За счет Этого Меняется Тяга Еще Ну И направление Тяги Я надеюсь Это снимать Можно А то Потом Подтянут Слушайте Было же В Советском Союзе Почему Мы начали Покупать Боинг Айрбас Вот Про эти Лопатки Читал Они Внутри Имеют Структуру По-моему Скелетную То есть Они За счет Этого Они легкие И прочные Ну То есть Как у скелета То есть Они Не Внутри Не Полнотелые Как у кости Конструкция Как у кости Я не знаю Именно У этого двигателя Или вообще В принципе В общем Мне немного Рассказали Про вертолетный Двигатель Я решил Поделиться С вами Вот С этой стороны Идет Получается Как бы Нагнетание Воздуха Вот это Кстати Механизм Поворота Лопаток Вот видите Вот здесь Стоит Несколько Турбин И у них Лопатки Поворачиваются То есть Это сделано Для того Чтобы изменять Степень Нагнетания Вот Дальше Идет Камера Сгорания Где происходит Впрыск Авиационного Керосина Собственно Раскручивается Турбина И отсюда Идет Выхлоп А вот Здесь Как раз Идет Съем Крутящего Момента Это Выходит Вал На Некоторых Вертолетах Стоят Два Двигателя То есть Дальше Крутящий Момент Попадает В редуктор С обоих Двигателя И потом На винты Натягивая Вверху И на задний На поворот Немножко Рассказали Про этот Двигатель То есть Это уже Авиационный Двигатель Тот Был вертолет Здесь Интересно То что Здесь Как такового Уже Карданного Вала И какого-то Вала Для Снятия Крутящего Момента Нет Здесь Непосредственно Реактивная Струя Она Используется Для движения То есть Есть лопатки Для поворота То есть Меняется Диаметр Вот Ну и ребята Подтвердили Ту информацию Которую Я им задал Вопрос Про то Что Вот эти Турбинные Лопатки Они В некоторых Случаях Бывают Похожим На Печатание На 3D Принтера То есть Внутри Она полая Такая лопатка И представляет Примерно По конструкции Как человеческая Кость То есть Наружная Оболочка А внутри Есть просто Силовые Связи Которые Добавляют Прочности То есть Это сделано Для облегчения Так как Здесь Гигантские Просто Скорости Вращения И чем Больше Масса Самих Лопаток То есть Они могут Просто Разлететься От Центробежной Силы Дождался Я Своей Очереди Павильон Калашникова Стрелковое Оружие Представлено Очередь Стоит Пощупать Его Беспилотники Бронежилеты Я Увидел У вас Там Вот Эти Комбинезоны Для Арктических Условий Купить Его На Рыбалку Сильно Дорого Получится Так Ну Вот Это Куртка Л7 Версия 2.0 Основной Утепляющий Слой До Минус 30 Градусов Используем Утеплитель Прималофт Сильвер Вот 200 По-моему 200 Или 220 Грамм На Торсе И 180 Или 170 На руках И капюшоне Если говорить о гражданском использовании Надо понимать Это часть системы Многословной боевой одежды Поэтому у него Основные характеристики Помимо Ну Согревания Это Высокая Пакуемость Его можно Достаточно Компактно Сложить Ну То есть Легкие Мало места Именно Объемность Высокая Пакуемость Высокая Паропроницаемость Поэтому здесь Сверху Такой легкий Материал Внешнего слоя При этом Подозревается Что там При минус 30 Остатков В виде дождя Или мокрого снега Ну не будет Но если он будет То подозревается Что сверху Будет надеваться Шестой слой Как основная защита От влаги Мембрана Трехслойная мембрана С показателем 20 тысяч На 20 тысяч То есть Она выдерживает 20 тысяч Сантиметров Водяного столба И способна За сутки Испарить 20 тысяч Ну 20 литров Влаги Сам по себе Купить его Это не самое рациональное решение На мой взгляд Именно По перечисленным причинам Мы являемся Разработчиками И производителями Но производство Мы свое Приостановили пока Мы строим Свой бизнес На том Что мы Быстро И дешево Достаточно Разрабатываем образцы Получаем обратную связь Готовим документацию Находим Производственных партнеров Которые способны Работать по нашим Техзаданию И организовываем процесс Производственных Помогаем организовать Объединенная Авиастроительная корпорация В общем Очень интересно Но без гида Не разобраться Ладно Пойдем на улицу Ооо Танковый биатлон Начался Стреляет Так Что-то народ Собрался Надо посмотреть Ага Вот так вот Смотрите Полноприводный Полноприводный Какой-то трактор Шел по выставке Вообще Приставал здесь К организации Астейс Но меня Молодой человек За руку взял Провел к девушке Говорит Расскажет тебе Про осветительные мачты Про генераторы Меня зовут Екатерина Я представляю компанию Аргус М На этой выставке Мы представляем Мобильное Передвижное Освещение Которое работает За счет Генераторов Дизельных Или бензиновых Также здесь Можно видеть Что оно работает За счет Солнечных Панелей А вот эти Панели Солнечные Сами элементы Их у нас делают Или в Китае Покупаются Ну и сейчас Пока не у нас Вижу Фу Бак Да Дизель Мадуин Чайна Ладно Давайте Через год Встретимся С нашими Солнечными Батареями Договорились Слушайте Надувные Танки Прикольно Самолета Наверное От настоящего Не отличишь Хорошо Что на военной Выставке Есть продукция В том числе Гражданского Потребления Когда Проблема С ковидом То была По моему Все выставки Позакрывались Это одна работала И в принципе Многие Производители Именно на этой Выставке Присутствуют Потому что Просто Не было Альтернативы Никакой Другие выставки Были Все закрыты Зашел я Внутрь Павильона И Некоторые Интересные Экспонаты Буду снимать Честно скажу Уже нет Ни сил Ни желания Задавать вопросы Я так понимаю Это Беспилотные Варианты Вертолетов Не знаю Что это за Хреновенное Но такой вид Прикольный Поэтому я снял Слушайте Смотрите Новые двигатели Оппозитный Двигатель Интересный Я попался Что-то делают У нас Гаврилов Ямский Машиностроительный Завод Ярославская Область Город Гаврилов Двигатели Для яхт Для самолетов Все Интересно Смотрите Это получается Воздушного Охлаждения Да А тот Жидкостного А даже Комбинированное Охлаждение Частично Воздушное Частично Жидкостное С Турбокомпрессором Надо запомнить Это название Не секретно? Сейчас Секретное Прозрачное Комбаком Не накрываю Сейчас то Другие Микросхемы Нет Такие же Это вот Наши Еще Это Наши Еще Да Или Сейчас Все на наших И делается Только На Наш Я к тому Что все Такое Крупное Я просто Я просто Почему спрашиваю Я когда ребенком Был Я в радиокружок Ходил И там Они примерно Таких же Размеров Были Здесь Корпуса Те же самые А начинка Другая А это Какой-то Стабилизатор Или что это? Это не стабилизатор Это Навигационный блок И как он Называется Раскручивается Гироскоп Нет? Гироскопы есть Но они Механические Здесь Не механический В общем Я на стенде Роскосмоса Вот тут Интересная Такая штука Но меня Больше Заинтересовали Размеры Микросхемов Там Резисторов Проводов Видите Высокие Технологии Ладно Мужики Все Я пошел Честно скажу Устал Умотался Время летит Просто Молниеносно Здесь Ходите Ходите Снимайте Снимать Можно Вот Вот еще Интересные Вездеходики Вот так Вот Мимо Пройду Просто вам Покажу Смотрите Беспилотник У нас Винтовой Но кстати Интересно У нас Реактивные Беспилотники Есть Вот По-моему У Америкосов Нечто Подобное Но только С реактивным Двигателем В серийном Производстве У нас По-моему Только Прорабатывается Беспилотник Который Будет Работать В паре Вот с этими Самолетами Последнего Поколения Это с истребителями Этот Получается Винтовой Ладно Надеюсь Хоть Немножко Видео Будет Вам полезно Интересно В общем Я побежал Снимать Более Родную Себе Тему Автомобильные Запчасти Грузовики Вот Завтра Буду Снимать Краны Ну В общем Как говорится Подписывайтесь На канал И До новых Встреч До Свидания Ну Это игрушка Просто Или В данном Случае Слава богу Это игрушка Среди военных Таких нет То есть Он К раненому Может Подъехать Прямо Так Да Сейчас Здесь Демонстрировать На дистанционном управлении Это для шоу Тоже Бетономешалка Но на самом деле Ее тоже Можно сделать Рабочей В общем Слабо Купить Газонокосилку Где только база Будет 650 тысяч Рублей А во всех Говорят Ну там Типа Все китайское У Илона Маска В ракете Половина Китайского Если сейчас Китай закроется Да Все встанет Весь мир Сдуется Субтитры 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 Субтитры